Сегодня в Владивостоке поклонники классической музыки обсуждают услышанное накануне в городской филармонии. Музыканты из Японии, Кореи, Германии, Канады и Соединенных Штатов сыграли там 9-ю симфонию Бетховена. Шедевр услышал Сергей Антигин. Как ни пыталось у руководства Приморской филармонии, но разместить на небольшой сцене всех исполнителей 9-й симфонии Бетховена так и не удалось. Проблему решили просто. Оркестр во главе с дилежером спустился прямо в зрительный зал. Впрочем, это далеко не единственный эксперимент, на который решились организаторы концерта. Знаменитый шедевр немецкого классика прозвучал в исполнении международного состава музыкантов. Сложнейшую партию 4-й Волторне доверили генеральному консулу Японии во Владивостоке. Опытный дипломат, как выяснилось, страстный поклонник классической музыки. Играть на Волторне господин Ямада Джун научился у себя на родине. В России талант динконсулу оценили и пригласили в состав Тихоокеанского оркестра. В филармонию нештатный музыкант прибыл со своим собственным инструментом. Это очень старинный такой Волторн. Последнее ничего не менялось с 19 века. Со временем Ветхобина. В международном оркестре Ямада Сан не единственный представитель дипломатического корпуса. В группе ударных был замечен американский консул по визовым вопросам. Когда я был в университете 35 лет назад и играл в оркестр. После этого никогда играл. Но сегодня еще раз я музыкант. Очень важный переход, друзья мои. Абхат Макбин. Поэтому внимательно смотрите. Глаза и на руку держи. Девятую симфонию репетировали всего один месяц. Япония, Корея, Германия, Канада и Соединенные Штаты. Вот весь список стран, поддержавших российский проект «Великий Бетховен». Интернациональным составом руководитель оркестра управлял с удивительной легкостью. Понимание абсолютное, понимание музыкальное. Ну и потом языки, так сказать, всевозможные. Ну, английский, во-первых, задействован, естественно, во время разговоров. Кто-то понимает французский, поэтому я иногда по-французски говорю. Солисты международного сводного хора, в свою очередь, усердно штудировали немецкий. Знаменитая «Одок радости» на стихе Шиллера звучит в финальной части концерта. Продолжительность девятой симфонии Бетховена приблизительно 74 минуты. Не случайно именно на такой объем рассчитанный стандартный компакт-диск. По легенде, разработчики цифрового носителя были настоящими ценителями творчества немецкого композитора. Послушать симфонию можно, конечно, и на диске, но организаторы проекта решили рискнуть и не прогадали. Билеты на концерт были полностью раскуплены в самый короткий срок. Сергей Анцыгин, Максим Минцев и Алексей Григорьев, телекомпания НТВ, Владивосток.